Добрый день, дорогие друзья! В условиях, когда нас везде окружил вирус, коронавирус, к сожалению, мы видим большое количество осложнений и со стороны глаз. А вот это уже плохо. Возникает сразу вопрос, почему мы не прибиваемся? Очень большой процент людей, к сожалению, считает, что прививка вредна. И мне говорят, а мы так считаем. Я задаю вопрос всем, а кто вы такие, что вы считаете? Вы имеете медицинское образование? Нет. Кто это вам наплел, что вы так считаете? Вы подвергаете опасности? Опасности, свою жизнь. Сегодня вы живете, а завтра вы в гробу. Я жестко сказал, вот тебе представьте, в одной только России каждый день 1200 смертей. Много это или мало? В одной стране 1200 смертей в день. Представьте себе, год по году умрет, вот к концу декабря, если посчитать, 300 тысяч человек. Это целый город вымрет от коронавируса. И вы что, еще медлите и не прибиваетесь? Бездари, бестолковые, по-другому не могу сказать. Представьте себе, Франция, почти 60% привились. У них в Англии 70% смертей, а в России 1200. Ну что, кто более оправдан с точки зрения разума? Конечно, они, французы, англичане. А мы? Россия сделала сейчас пятую вакцину. А процесс прививок? Небольшой. До 50 не доходит. Самая страшная картина в Украине. Там вообще самое страшное в процентном отношении. Хуже, чем на планете Земля. Это Украина. А рядом Россия. Вот две сестренки. Украина и Россия. Тащимся в хвосте. Вместо того, чтобы поднять тревогу, бежать, как в Одессе говорят, бечь быстро и делать вакцину? Нет. Мы начинаем выступление на площадях. Значит, посягательство на права человека. И всякую ерунду несем. Когда завтра тебя поджидает смерть. Самая настоящая смерть. И готовиться надо для того, чтобы лечь в гроб. Вам это надо? Поэтому первое, что нужно делать. Каждый врач, каждая медсестра должна уговорить любого, кто вокруг вакцинироваться. Но самые главные преступники. Это именно врачи или медсестры, которые отговаривают. Такая ситуация была и во время ОСПы, поли-миелита. Когда огромное количество людей поликло. И тогда в такое тоже было. Обязательно антивакцинисты. Да. И всегда это было. Но мы не хотим извлекать урок. Мрем. И все равно в позу становимся. А я так считаю. Поэтому очень правильно поступил глава Крыма предприятия. Там, где не вакцинировался, допустим, сотрудник. Наложить штраф. Правильно. В моем центре. Что я сделал? То же самое. Приходят пенсионеры. И вот недавно. Вчера пришли. Две. Одной 75 лет. А другой 62 года. Вот они пришли к нам. Ну и наш администратор отказывает. Я выхожу. Я говорю, в чем дело? А вот нас не принимают. А почему? А потому что сказали нам надо привиться. Правильно сказали. А вы что, хотите раньше времени вруп лечь? А почему вы так говорите? А потому что весь мир говорит о том, что необходимо привиться. Поэтому, пожалуйста, привите. После этого только переступите порог. Мы будем жаловаться. Замечательно. Жалуйтесь. Но более того. Они думают, что за жалобу мне пилюлю вставят. Нет. Мне наоборот благодарность. Значит. Вы. Значит. Благодарят. Я поблагодаря за то, что я в данном случае повлиял на... Мне поднимают приливки. Благодарность. В департаменте здравоохранения. Они смотрят меня, выучили глаза. Поэтому вперед из песни. Бегом и с радостью. От моего центра. Привите. Тогда, пожалуйста, примем. Вот так надо разговаривать. Особенно с пенсионерами. Бестолковыми. Кто-то ж наплел. Очень часто дети. Значит. Отговаривают. И когда мы поговорили с нашими пациентами. Одна пара была. Они говорят о том, что да, мы пойдем. Привьемте. Только детям не говорите, что мы привились. Представляете, что до чего доходит. Это ж ужасно. Профанация. Это бездари. Давайте вместе спасем себя и окружающих. Благодарю за внимание.